Плюсики. Покажите 10, 10. Отлично. Хрипит, да? Сейчас сделаем чуть тише. Есть такой вариант. Как сейчас? Не громко? Хорошо, спасибо. Спасибо, друзья. Давайте начнем наш вебинар. И поскольку те, кому посчастливилось сейчас услышать все то, что Сергей Сибиряков в интервью рассказывал, это достаточно интересно, это расширяет кругозор, это очень дает хорошую возможность прогнозировать и не только свое, а даже как-то визионировать свое будущее. Ну и естественно, как-то ощущать то временное и материальное пространство, в котором мы находимся. Но самое близкое, что нас ожидает мощное мероприятие, не случайно сейчас здесь перед вами именно показан большой плакат «Инотранс-2016». Кто-то понаслышке что-то слышал об этом деле, но у нас есть хорошая возможность с вами, дорогие друзья, сегодня непосредственно услышать человека, который был уже на «Инотрансе». И он немножко поделится с вами своим видением того, что нас ожидает в 2016 году, в сентябре 2020-2023. Это очень важно, ибо это есть определенный верстовой столб или верстовая отметка на нашем пути в 2017 год. Это очень важное мероприятие, на него сейчас брошены достаточно большие, мощные ресурсы, человеческие ресурсы головной компании и не только. И естественно мы как инвесторы не только должны, а обязаны знать, что и как там будет происходить, по крайней мере тоже представлять. Большинство из нас естественно не смогут поехать по разным причинам, может быть даже не собирается, но те, кто сможет, я рекомендую этой возможностью воспользоваться. Итак, сейчас я даю слово нашему уже знакомому, кто с нами время от перемены, это мой помощник Алексей Дьяков. Я передаю ему слово, он расскажет про «Инотранс», а после этого мы уже с вами поговорим о делах более земных. Добрый вечер, уважаемые участники вебинара. Добрый вечер, Владимир Маркович, спасибо за мое представление. Итак, «Инотранс». Будущее в мобильности, именно так и никак иначе считают организаторы выставки, и безусловно они правы. Мы видим подтверждение этого слогана ежедневно. Все из нас используют мобильные телефоны, интернет, и самое главное для своего быстрого передвижения, все используют транспорт, личный или общественный, но это не важно. Мы хотим передвигаться быстрее, мы хотим быть мобильнее, чтобы успеть сделать в этой жизни как можно больше. «Инотранс» действительно крупнейшая выставка транспортной техники и транспортных систем. Основной темой этой выставки является железнодорожный транспорт. Впервые «Инотранс» была открыта в 1996 году и проходит раз в два года по четным годам. С момента открытия «Инотранс» число участников и посетителей регулярно растет. Если смотреть динамику последних трех выставок 2010, 2012 и 2014 года, то число посетителей растет с каждой выставкой в среднем на 15 тысяч человек, в то время как общее количество посетителей уже давно перешло за 100 тысяч. И основная масса этих посетителей – это специалисты транспортной системы, эксперты из более чем 140 стран. Более двух тысяч международных предприятий железнодорожной промышленности экспонируются на этой выставке. И наряду с увеличением участников и посетителей растет и сама площадь выставки. Более 100 тысяч квадратных километров выставочных площадей, более 3,5 тысяч метров железнодорожных путей для демонстрации рельсового транспорта – это экспозиция под открытым небом, не имеющая мировых аналогов. Но железнодорожный транспорт – это не только поезда и рельсы, это огромная инфраструктура, которая требует обслуживания и развития. Поэтому на выставке можно встретить экспонаты сопутствующих отраслей, производящие внутреннее оснащение и отделку транспортных систем, осветительные системы, остекление, системы кондиционирования, безопасности и многое другое. И в этих разделах выставки также более всего рады инновационным технологиям, которые позволят повысить качество услуг передвижения пассажиров и груза. По данным организаторов «Инотранс» в ходе опроса посетителей 2014 года выяснилось, что у 95,3% посетителей остается только положительное общее впечатление о выставке. У 92,8% рекомендуют другим посетить «Инотранс». И 93,9% посетителей планируют вновь посетить «Инотранс». Со своей стороны, как железнодорожник и как человек, уже посещавший данную выставку, могу сказать, что я согласен с такой статистикой и рекомендую всем, кто, конечно, может, у кого есть возможность посетить «Инотранс», рекомендую посетить это мероприятие. Это действительно интересно, познавательно и очень полезно для тех, кто работает в транспортной отрасли или как-то связан с ней. На выставке также проходят тематические конференции, эксклюзивные подиумные дискуссии на высшем уровне и ожесточенные дебаты вокруг современных представлений о мобильности. «Инотранс Конвершн 2016» – это уникальный форум с участием ведущих игроков в сфере транспортной промышленности и Министерства транспорта Германии. «Инотранс» – это идеальное место для заявки о себе и о своей технологии всему транспортному миру. Как вы понимаете, именно поэтому наш Skyway будет участвовать в этой выставке, как участник раздела «Мобильный парк будущего». Уверен, что после участия в «Инотранс» это будущее стремительно приблизится, потому как Skyway – это не просто технология, это реальность, которая неизбежна. Ну и, конечно, после выставки можно насладиться красивыми видами Берлина, посетив не только смотровую площадку в Берлинской телебашне, но и просто погуляв по дружелюбным улицам вечернего Берлина. Но хотя я не рекомендую вечером гулять по отдаленным восточным районам. И в заключение своего выступления я хотел бы поставить видеоролик, который даст вам возможность увидеть наглядно, что же такое «Инотранс» и проникнуться этой атмосферой, и, возможно, усилить желание посетить это мероприятие. Так, давайте посмотрим. И свое помещение я отключаю, чтобы не было много проблем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дальше в 2014 году Когда проходила предыдущая выставка Но этот промо-ролик Считается именно 2016 года В 2016 по сравнению с 2014 Будет интерес, что будет очень представлено Широкое направление общественного транспорта Это как электроавтобусы И в этом году очень интересные В связи с участием SkyWay и Гиперлуп Гиперлуп Очень интересный раздел Получается транспорта будущего Поэтому обещают, что InnoTrans 2016 Будет гораздо интересней И привлекательней За счет именно нашего SkyWay Благодарю вас за внимание Покажите, как меня слышно Спасибо, Алексей За хороший содержательный обзор Спасибо, спасибо, друзья За хороший содержательный обзор Я получил, в общем-то, хорошее подтверждение О том, что решение сделано правильно Поскольку ты находишься в тех 90 и более процентах Которые согласны по статистике Снова участвовать Значит, то я надеюсь, что я войду в этот клуб После И те, кто будут участвовать Тоже войдут в этот клуб Желающие снова поучаствовать На таком мероприятии Ибо мы очень тесно связаны С развитием Инотранспорта Особенности инновационного Транспорта Нового поколения Но Дело в том, что Дело в том, что Дело в том, что На этом мероприятии Кроме того, что мы Зрительно и визуально что-то получаем Очень много будет встреч Как уже показывал ролик И запланировано точно так же Очень много встреч Скорей У головной компании Кроме того, частные Презентации будут проходить там То есть Есть целые группы Которые Заинтересованы Встретиться на этой выставке Естественно Анатолий Эдуардович И его Сподвижники Помощники Кто там будут на этой выставке Компетентные Будут помогать Будут Участвовать В этом Естественно Состоятся Подписания Соглашений Многие Едут туда Хотят получить Еще какое-то Такое Ну как бы Дополнительную энергию Что ли Подтверждение Потому что Что тут греха таить Действительно Мир На таков Что он Сначала хочет Руками потрогать А потом Уже Согласиться Что да Это действительно так Несмотря на то Что Действительно Процесс идет Процесс развивается Юнибус строится Те по крайней мере Которые сейчас Готовятся Юнибус и Юнибай Которые готовятся В Берлин Вот И это все будет возможно Будут естественно Дискуссии И конечно же Даже Рот Хук Из Австралии Очень Как бы Проникся Этим Мероприятием И Принял решение Что он тоже будет участвовать И он будет участвовать В нашей конференции Которая состоится 24 Поэтому дорогие друзья Естественно Не стоит огорчаться Тем кто не смогут Участвовать В этом мероприятии В Берлине Естественно Будет организован Соответствующая И запись И по всей вероятности Прямые подключения К Берлину А Берлин Будет прямо Подключаться К Экотехнопарку И площадке Где идет Строительство Экотехнопарка Достраиваются Или выстраиваются Новые Трассы Кто следит за Новостями Более-менее в курсе Кто не следит Рекомендую Обращаться В свой личный кабинет Не лениться И получать Оттуда информацию Там Дорогие друзья Все есть Теперь Кто Принял решение Или готов принять решение В личном кабинете Есть также Возможность Это сделать Нажать на соответствующую Кнопочку Пройти Оплату Регистрацию Ну Это Практически Оплата Это Есть Регистрация Или Акцепт того Что ты участвуешь И дальше Обрести Билеты Приехать Хотя бы на один день Или на полтора Два дня И это Вас даст Сторицы Не пожалеете Это точно Таким образом Я хочу На этом Завершить сейчас Тему По Инно-трансу Это очень важная тема От нее Многое зависит В дальнейшем В основном Зависят Все Хотел Поделиться Смотрите Значит Мы В какой-то степени От адресных Проектов Мы Идем рядом Скажем так Мы не обращаемся сейчас К адресным проектам Потому что Что показала практика Практика показала Что Все это не так просто Люди Как бы Сначала Так Грудь вперед Рванули Пообщались И Поникли Были даны Определенные Рекомендации Они всегда остаются в силе Мы в чате Я всегда Очень внимательно Слежу за тем У кого какие вопросы Возникают Вот И Старые Или как бы Уже пройденные материалы Можно поднять С ними можно познакомиться Если вы Вы заинтересованы То Пожалуйста Как бы Подайте Знать в чате Целевые проекты Что Есть интерес Еще Как бы Поговорить О существе Адресного проекта О возможности Даже не о существе Как таковом Он ясный Пожалуйста Смотрите что происходит Сейчас в Австралии Это типичный Адресный проект Абсолютно типичный Инициатор Значит Этого дела Ротхук Австралиец Он Приехал Не того Даже не Предполагая Приехал Беларуси Ознакомился Со всем этим делом Уяснил для себя Основательно Все Для себя Уяснил Все основательно Я не устаю повторять это Поэтому рекомендую И вам это делать Кто Как бы себя Примеряет К Возможному Инициатору Адресных Проектов А мест инициаций Ну просто сколько угодно Вот Я еще вернусь к этой точке Вот Поехал обратно Начал заниматься Стал Выяснять А кто могли бы быть Партнеры А где можно было бы Начинать Он понял что Начинать с большого проекта Это сейчас Скажем так Ну очень трудно Либо большой проект Это большие инвестиции Это Требует Много Усилий Где Тебе Постоянно приходится Объяснять Что Действительно Технологии есть И так далее Вот Посчитал что Самое нормальное Это так называемый Первый пилотный проект Сделать 500 метровый Показать что это Существует Уже это только Процесс Запуска Вот этого Проекта Пилотной части Его части Как бы ну Стартовой части Да Когда соглашение Было подписано Было принято решение Что Уже есть вот эти Партнеры Которых я вам показывал И вы это сами можете увидеть Да Вот Что С этим можно идти дальше И таким образом Складывается Проект И его последующие шаги Затем Была проработана Финанс Схема финансирования Ибо Вы знаете Да Простать его Что стоимость проекта Ориентировочно 13 миллионов Нет километра Нет километра Да Но 13 миллионов Вот там есть аспекты Почему это так Вот Хотя Стоимость километра Значительно меньше Средняя стоимость Как таковая Но Весь проект Там туда входит Кстати и юнибус Юнибайки Которые там будут использоваться Предполагаемо будут Использоваться Потому что проект еще не завершен Поэтому мы сейчас просто Говорим о так называемых Возможных Вариантах решений Вот Проект срабатывает Вот Пожалуйста следите за ним В этом все сказано Но есть целый ряд нюансов Я возвращаюсь Обратно к той точке Где Я пообещал вам сказать Что Вот например Практика Конкретно моя практика Общаясь Сейчас по Подготовке Различных Материалов Возможного Сотрудничества Здесь вот При Балтийском регионе Да Абсолютно В беседе Абсолютно Такой вот Ну как бы Член рабочей группы Говорит Вы знаете Я абсолютно Недавно Общался С Представителями Воронежа И в Воронеже Абсолютная Большая Проблема Попасть с Аэропорта На Городской Железнодорожный Вокзал Но Если посмотреть Трасса идет мимо Большого торгового центра И Это была его Он Он человек в Риге Говорит А вы знаете Как хорошо Было бы там Построить Трассу Скайвей Из Воронежа Пока никто Ничего не сказал Я знаю Что такое Такого Среднего миллионника Города Чиновники Чиновники Все К сожалению В большинстве своем Держатся за свои места И Им проще Ничем не заниматься Чем Где-то Что-то сделать Может быть не так Или где-то Что-то пойдет сначала Не так И могут За это очень сильно Как бы наказать И поэтому Вопрос В том Что идет или не идет Процесс В главном Офисе То есть скажем Идет ли процесс На экотехнопарке И как идет Вообще Становление этой технологии Поэтому Надо следить за одним Помогать Наша задача В основном И мы это знаем Осуществлять Так называемый Как бы свой Вклад В инвестиционный процесс Это не значит Что надо бежать Сразу Сразу Проплачивать Это в первую В первую очередь Инвестировать надо В себя Расширять Или скажем Укреплять Свои компетенции Передавать информацию Другим И соответственно Таким образом Двигаться дальше Ну и не забывать Не забывать Про свою стратегию Инвестирования Тогда В связи с этим Возникает Очень много вопросов Значит И Как Ну в различных Регионах И поэтому На телемосте Кто был 6.08 Я в какой-то степени Коротко Рассказывал Об правовой базе Инвестиций В проект Экотехнопарка Поэтому И я обещал Что Я в нашем Вебинаре Коротко На этом тоже Остановлюсь Итак Смотрите Очень просто Вы знаете Что мы обычно делаем Этим болеет Скажем так 9 человек Из 10 Вот моя практика Так показывает Что делает человек В лучшем случае Он Убедился Или его убедили Или принудили Зарегистрироваться В кабинете Капитал Всучили ему Или же Он Самовольно И хорошо Относит Реферальные ссылки И у него Образовался Свой личный кабинет Как правило Мало кто знакомится С документами К сожалению У всех Маячит Как бы Впереди Светлое будущее В виде возможности Продать эти акции В будущем И хорошо заработать Меньше у кого Маячит Представление о том Что Да Будут дивиденды И это хорошо Понимаете Поэтому Знакомьтесь Документами Передолагайте Людям Ознакомиться С документами Ничего страшного В этом нет Они просто Укрепят свое Как бы Понимание О чем идет речь И что Какими Скажем Во что они инвестировали И как Как они становятся В конечном итоге Акционерами То есть Что за документы Это Меморандум Это комплекс документов Большой комплекс документов Он у нас Будет В новом кабинете Со следующей недели Новый кабинет Сейчас Протестирован Сейчас еще Отлавливается Там различные Мелочевка Как бы Местыковок Вот Сегодня Мы обсуждали Что он Практически готов К его включению Решили еще Протестировать На этой неделе И с понедельника Как всегда Все с понедельника Мы все бросаем с понедельника И все начинаем с понедельника Поэтому Мы тоже решили С понедельника Его все-таки Уже выставить И включить Уже в работу Поэтому Там Будет Меморандум Кто Знаком С кабинетом РСВ Систем Там у них есть Меморандум И это описание Юридической структуры Для реализации Проектов Скайвей Там все Компании О которых мы говорим Все буквально Там и про GTI Сказано Евразин Скайвей Системс Холдинг Там сказано Про Веницкий Корпорейшн Юнискай Который дает гарантии Там описано Все основные Где они зарегистрированы Какой акционерный капитал У GTI Это 400 с чем-то там Миллиардов Какие акции А Какие акции Б Это все описано Значит На русском и на английском языке И Кому Что Сколько Как бы принадлежит Все там об этом сказано Там есть Проэкотехнопарк И в этой Вернее там нету Меморандуме Но есть в документах И поэтому Есть возможность Абсолютно с этим делом Совсем знакомиться При этом Это Комплекс документов Он Зачастую люди Задают вопросы Что А что как А это как Да посмотрите Меморандуме Там все написано Будешь лучше и сам знать Естественно Времени это займет Но Можно иногда и спрашивать Поэтому Для того я здесь и есть Чтобы вам это пояснять Далее Этапы развития Группы компаний Скорее Это 15 этапов Эти этапы там описаны Перемещение Запланированных Действий По созданию Транспортно-инфраструктурного Комплекса Скорее называется Да Вот Там все эти 15 этапов Этот проект Или эти этапы Развития Как бы спрогнозированы Они Или запланированы Они описаны И сейчас Отрегулированы По состоянию На июнь месяц Вот Почему Они регулируются Да потому что Процесс Первый Первая версия Была разработана В 2013-14 году Когда начинался проект Вот Много воды утекло Много изменилось И поэтому пришлось Внести туда корректировки Вот Сейчас мы находимся Из 15 этапов На седьмом Кто знает Кто не знает Значит будете теперь знать И таким образом Это тоже Есть Там Такой документ Он есть на русском На английском И будет на других языках Кстати Скажу вам Что сегодня уже Личный кабинет Существует На восьми иностранных На семи иностранных На одном русском языке Вот Бизнес-план Инвестиционного проекта Создание Экотехнопарка Там дана Оценка эффективности Это Очень Содержательный Большой материал Он дает Возможность Хорошо ознакомиться С самим процессом Строительства Экотехнопарков Экотехнопарков С тем что там будет Как это запланировано Сколько это стоит Какие там есть прогнозы Какие Возможные риски И так далее Это очень Большой и мощный Документ Далее Значит Мы смотрим с вами Что Есть и аудиты там В новом кабинете По крайней мере С первого Теперь когда будет Не с первого Сейчас понедельник Когда будет новый кабинет Там все это будет Аудиторские заключения По бухгалтерской Финансовой отчетности Это основные Компании О которых мы говорили О них там вся Вся есть Там есть И тут ее нету Экотехнопарк Строит ЗАО струнные технологии Вот она ЗАО струнные технологии Есть Очень важно И это очень важно Мне инвестору знать Почему Потому что я инвестирую Получаю Ну например 100 долларов Через Skyway Capital Но Я получаю Залог Получаю Залог акций Деньги 100 долларов Пошли в GTI Пошли в ЗАО струнные технологии Поэтому Я должен знать Каковы Каково положение Или каково состояние Этих компаний Вот Каково состояние Компании Поручителя Кто выдает гарантии Я уже увидел В меморандуме Да есть эти акции Действительно И у GTI Есть у Евразии Значит они состоятельны Это состоятельный залог И вторым шагом Я принимаю решение Что Я этот залог Как бы Беру И не буду дожидаться Когда мне вернут Мою инвестицию У этого есть свой определенный нюанс Одно дело Это покупка Совсем другое дело Когда я инвестирую Хотя в принципе Многие приравнивают Но это не так Дорогие друзья У этого есть свои плюсы У инвестиций И поэтому Прошу вас В этом Как бы разбираться И людям И людям тоже Передавать Что мы инвестируем И залог Через залог Обретаем акции Таким образом Если это был 1 к 100 Дисконт То я 100 долларов Инвестировал Они ушли На строительство А получил Залог акций И принял решение Их как бы Стать их владельцем Становлюсь владельцем Акций 100 10 тысяч Долларов При соответствующем Дисконте Таким образом Там Есть Договор Инвестирования С обеспечением Я инвестор Вот Я инвестор Да Я инвестор Есть Там Глобал транспорт Инвестмент Который является Как бы Одним Одной Одним И он Является Владельцем Кто такой Глобал транспорт Инвестмент Он владелец Компании Евразия Релсколей Системс Холдинг Как он владелец? Через что он владелец? Очень просто Он взял Отстегнул От своих 400 с чем-то Миллиардов Долларов акций На такое Количество Долларов акций Вот это 60 миллиардов Долларов Да Акции И внес их Акционерным капиталом В учрежденную Компанию Евразия Релсколей Системс Холдинг Это всего лишь 15% От Вот этого акционерного капитала И это акции Б То есть акции Которые Привилегированные Привилегии Их не в том Состоит что они Обеспечивают Гарантированно На Значит Отчисления На Выплывы Для выплаты дивидендов 20% От прибыли Подлежащей Распределению Таким образом У Евроазия Андреевская Авиасистем Есть гарантия Что GTI Всегда При наличии Денег И при Дилиже Как бы Средств После Получения Дохода Прибыли 20% Какой Чинаж От количества Вот Такого На такое количество Акций Обязан передать Евразии На Рейл Скайвей Систем Он Вместе Скайвей Кэпитал Как раз Осуществляет Вернее не он вместе А Он есть сам по себе Владелец Так называемая компания Чьи акции Через Вот Площадку Скайвей Кэпитал Инвестиционно Подаются Вот в договоре Смотрите Да В договоре Выдаются На Как бы Обеспечивать Залогом Инвестиций И поэтому Глобал транспорт инвестмент Здесь находится Юнинская Коперейшн Он выдает этот залог Почему он выдает этот залог Потому что он владеет Всеми остальными акциями Глобал транспорт инвестмент Он является Практически Через Вот это владение Является Скажем Мажоритарным Акционером GTI И это Очень важно Знать Теперь Что там есть еще В кабинете В личном кабинете И что подтверждает Весь процесс Обеспеченности Инвестирования И я не случайно Методично Повторяю это Почему это нужно Это нужно потому что Легально Осуществляя Этот бизнес Таковы Требования Ну как бы По крайней мере Европейской В основных Большинства стран мира Где Осуществляется Инвестиции Инвестор Должен знать По крайней мере Всю основную Информацию Связанную С обеспечением Его инвестиций Гарантия ему Получение Этих Инвестированных Денег Или же Получение Определенной Как бы Пользы И это очень важно Поэтому есть Видеоотчеты Это же не просто так делается Что вот Давайте там Смотри Это видеоотчет Я инвестор Хочу знать Ты инвестор Хочешь и должен знать Когда ты идешь Или когда я иду кому-то объяснять Что-то рассказывать Я абсолютно Это должен ему Передать Сказать что смотри Это все прозрачно Инфообзоры Оценки Различные Все это выставляется В личном кабинете Осуществляется На вебинарах И так далее Конференции Вебинары Это все вот это Информация о ходе Реализации проекта Поэтому этот процесс Таким образом И идет Дальше Но Смотрите Что важно Теперь Смотрите Когда идет Инвестпакет То я инвестирую И что происходит Вот здесь Как бы Последовательность Последовательность Осуществления Этой Этих 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 Процедур Я извиняюсь Я Подписываю Договор инвестирования С обеспечением Гарантии права Требования акций Вот это обеспечением является Гарантии И права Требования акций Я их получаю Но В договоре Когда вы посмотрите Ознакомитесь с ним В нем есть несколько частей Которые Как раз разъясняют Что За этим И как это следует Да Принимаю решение взять залог Это разрешение Там есть Пишу свою заявку Что я беру Залог свою Не пишу Она автоматически Осуществляется Нажатием кнопки Не надо там ничего писать Вот Когда я подписываю документ Соглашение Вот Собственность И оформляю акции На свое имя Я акционер После этого Как только я залог Забрал себе И не стал ждать Возвращения Вот этих 10 Или какой-то суммы Которую я инвестировал Я становлюсь акционером Евразия Нарял скорее Системс Холдинг Заносит мне в регистр Я в лицензированном регистре Таким образом Я инвестирую И прохожу Весь процесс Становлюсь Осуществляю Своё Как бы Свой проход В лицензированный регистр Все Процесс состоялся Но В личном кабинете Кроме того Для прозрачности Требуется Еще ряд Других вещей Потому что Смотрите Ведь котел Очень большой И Практически Практически Вы помните Когда мы с вами Смотрели инвестиции На проекты 2006 года Да Здесь были Соответствующие суммы Вот И там Проявлялись Различные цифры И цифры Не убрано Но Подвижный состав Сколько процентов Сюда Затрачен Или сколько Мы уже инвестировали Оборудование Сколько процентов Здания и сооружения Сколько процентов То есть Таким образом Предполагается Что мы будем Прозрачными Или мы будем Видеть там По каким-то объектам Экотехнопарка Сколько В этот проект Например Трасса Сертификации Городского И высокоскоростного Транспорта Такой Это процент Объекта Построен Это везде Во всех инвестиционных Проектах мира Так делается И это будет у нас Но это требует Час Как бы вот Установки В кабинете всего Таким образом Дорогие друзья Это там будет И это информация Для вас Более так Подробно О чем я хотел вам сказать Теперь смотрите Значит Что еще Очень важно Что еще Очень важно Нам сегодня Обсудить Я бы хотел сказать Следующее Саму технологию Я рекомендую С нею Знакомиться Не забывать Что есть Что Вот И Сегодня Очень важно Понять Что Что Этот проект Развивается И Вот Проект Именно в Австралии Я сейчас Еще покажу вам Что Он из себя Представляет Это вот эти 500 метров Которые будут строиться И Его схема Здесь Представлена И это очень Важно Представлять Когда мы о чем-то Начинаем говорить В своих проектах Тоже И Я Вот Здесь нету Я еще сейчас Материал Одну минуточку Не знаю Что здесь Ага Есть Вот Значит Это Я Как раз Хочу Напомнить вам Об одном Латышском Проекте Да Здесь Проходит Проходит Трасса Рейл Балтика Я сначала Очень осторожно Относился К этому Как бы Взаимоотношениям С теми Кто Строит Рейл Балтика Кто-то из вас Кто вы слушаете меня Знаете Кто-то не знает Значит Я просто хочу вам сказать Что проект Skyway Хотел быть Анатолий Эдуардович Юницкий Свято верил в то Что Европа Цивилизованное Пространство И здесь Можно Скажем И нужно начинать Дальнейшую подготовку Сертификации Первая площадка Была под Шауляем Значит Но Судьбе было угодно Что она расположилась Восьми километрах От Натовского Аэродрома Это Первый фактор Второй фактор То что Рейл Скайл Извиняюсь Рейл Балтик Рейл Балтик Рейл Балтик Который идет из Сталина До Берлина Она проходит мимо Риги Рига город здесь Она проходит 20 километров Ее через Шавляй И проходит Через Вильнюс И уходит Вернее Она даже не идет через Вильнюс И уходит дальше в Европу Ну вот Но Она бы проходила И вероятно Будет проходить мимо Шавляя И Когда Узнали Что там Городское Как бы Ну Городские власти Выделили Отдали В аренду Долгосрочную аренду Для строительства полигона К сожалению Это назвали полигоном А не площадкой Экотехнопарка Вот То все встрепенулись И сказали Господи Как это так Какой-то там Русский Значит Строит полигон Рядом с полигоном НАТО И как это все Вообще возможно А это еще и вообще Транспорт А это вообще и конкурент Рейл Балтик Тут же надо это дело Закрыть Начали искать причины Причину Всегда можно найти Вот Когда процесс Еще начинался Процесс финансирования Веридически Был Не до конца Обеспечен И поэтому Там нашли 33 причины И Скажем Обвинили Автора Технологии Во всех мирских грехах Это было Самое простое Обмазок Вот Хотя Никогда С инвестициями Не прямо Прямо не был связан И не связан сегодня Вот Но Тем не менее Это произошло Мне еще буквально Вчера Финны Финны только входят В наш рынок Прислали Письмо Значит Которое было В 2014 году А это был Сентябрь месяц 2014 года Да Где как раз говорится Обо всем этом процессе Поэтому У меня живо Еще это все Я помню Я вам объяснял Вот Они сказали Что это было сделано Так вот Вернемся обратно Поэтому Эта трасса Проходит мимо И люди Которые сейчас Непосредственно Они столкнулись С мощнейшим Сопротивлением Зеленых Всех стран Всех континентов То есть Эстонии Латвии Литвы Польши Которые четко представляют Что это Практически Плотина Которая пересекет Все это пространство Чтобы скоростной транспорт Вы знаете Сколько Нужно Уложить Так называемую Подушку Этого самого Дорожного полотна Это практически Плотина Которая на 9, 10, 12, 15 метров В зависимости от Структуры грунта Пересекает Все живое Вот И поэтому А представьте Что это надо положить По городу Поэтому В Ригу не собирались Заезжать Когда рассматривали Ну рассмотрели Чтобы латыши успокоились Рассмотрели Давайте 20 км до города Еще Давайте До аэропорта И тогда Воссоединимся Обратно с трассы Это страшно большие суммы Денег И поэтому Первое Когда мы стали Ознакомиться С возможностями Скайвея То специалисты Сказали Слушайте А может быть Мы хотя бы Вот эту часть Заменим И это сам Облегчим Весь проект Рейл Балтики В этой части Да Мы начали над этим работать Пришли к выводу Что имеет смысл Рассматривать Вариант Где 20 км От трассы Прокладывается До Центра города Или до какой-то Определенной там части И оттуда Прокладывается 9 км Еще до аэропорта И таким образом Еще можно обратно То есть это будет В одну и в другую сторону И это позволит Решить Все Вопросы Так называемой Логистики пассажиров Пассажиропотока И обслуживать Но Одновременно Это не повредит Самой логике Построения Большой Мощной Системы Которую Строит Значит В основном Является здесь Основным генеральным подрядчиком Компании Сименс И здесь По всей вероятности Но Чиновники Определенные И члены Этой рабочей группы Они сказали Что вы знаете Есть такое Как бы Опасение Что А вдруг мы Столкнемся с Определенные И вообще Немногие верят Что удастся Все это дело Профинансировать до конца И тогда Речь сейчас Зашла о том Что а почему бы не сделать В центре города Вообще вот эту трассу Это необходимо Железно есть В процессе Выяснилось еще Что тут есть Морской порт Что и с ним надо соединиться Сейчас найдены Тут достаточно Интересные решения Вот Рабочая группа Абсолютно бесплатно Этим делом занимается Энтузиастов И все Все Надеются Что это сработает Я не случайно Об этом говорю Потому что смотрите Какие здесь цифры Что например Немножко уменьшили Сейчас Я связался с КБ Они сказали Нет нет Два раза меньше Суммы будут здесь Ну я так знаете По старинке набросы Потому что там В верхней Тут много в городе Надо трассу строить Да А сейчас это фактически 6 6 километров Тут чуть больше Даже чуть больше Около 100 миллионов Будет В три раза уменьшилась Сумма Да Вот И таким образом Здесь тоже Несколько цифровых людей Но выгода Очень большая Дорогие друзья И это очень важно Потому что Я не случайно Топчусь Хотя не хорошо говорить О том что еще Пока в работе Но даже если Предположим Все может быть Предположим этот проект Как то иначе будет Но я считаю Что самое ценное Является в этом Проекте то Что сейчас идет работа То есть мы передаем У меня постоянно Просят Чтобы я Передавал информацию Чтобы наши Люди Инета Анжана Передавала информацию Чтобы люди получали Информацию о том Что сейчас происходит В этой технопарке Они Все Еженедельно Просят Они Там кто-то является Кто-то не является Инвестором Вот Мы не принуждаем Людей к этому Многие Засобирались Из рабочей группы Засобирались Тоже На транс поехать Посмотреть Они прекрасно понимают Что это за мероприятие Будет В Берлине Вот И поэтому Я Специально Остановился На этом процессе Есть другие Но я не буду о них говорить Это самый такой Животекущий Сейчас Процесс Там участвует И Бывший Вице-мэр И Транспортник Кстати По своей специальности Там участвуют Частные компании Там Есть Представитель инвестиционного Фонда Который очень Внимательно Стал смотреть Сначала Как это самое Ну как бы С высока Что это там такое Какая-то ерунда Вот А сейчас Посмотрел Посмотрел ролики Он очень серьезно Отнесся на последнюю На последней Рабочей группе Он абсолютно адекватные Нормальные вопросы Задавал И в конце сказал Что вы знаете Я прошу прощения Что я был негативный В начале Когда я Как бы ну Знакомился с проектом Он говорит что Он поблагодарил Латышскую сторону Того Кто его пригласил туда Вот И сказал что Я прошу прощения За такое отношение В самом начале То есть это тоже Говорит о том Что Такую работу Надо делать Поэтому Дорогие друзья У кого есть возможность Не ленитесь Если есть возможность Выделите этому внимание Вот И это только будет Полезно Самому процессу Да и вам Ибо Чтобы Кому-то что-то Доложить Надо самому Что-то тоже Освоить Что-то узнать Что-то посчитать С чем-то заняться Ну Это есть процесс Это все Необходимо Для того Чтобы Проект Имел Место Быть И мы бы с вами ездили Если кто слушал Сегодня Успел послушать Подключился Несколько раньше Когда Значит Сергей Сибиряков Говорил Как можно будет Пользоваться В будущем И я верю Что это так будет Потому что это абсолютно Нормально Когда мы сможем От своего дома Или откуда-то Значит Где мы находимся В общественном месте Заказать И оказаться Буквально там В течении часа В Берлине Ну Не часа Я может быть Немножко Из Сталина В Берлине Немножко быстро будет За час Но часа 2-3 Через 3 часа В Берлине Можно полностью оказаться Когда сегодня Это занимает Полдня Вот Таким образом Этот процесс идет Дорогие друзья Я рад с вами был Пообщаться Сегодня Не ленитесь Пожалуйста В чате Задавайте вопросы Высказывайте Свои Предложения Что вам Было бы интересно Еще услышать Вот Я в свою очередь Сейчас тоже Подготавливаю Один блок Где будем Говорить с вами О так называемых Экономических Аспектах И их связи С правовыми Моментами Организационными Моментами Связанными С будущими Адресными Проектами Для чего Это нужно Для того Мы понимали Что Вместе Со строительством После строительства Экотехнопарка Когда мы построим Экотехнопарк Первый Экотехнопарк Что на этом На этом Не закончится Жизнь Что процесс Пойдет дальше Скажем так Вот И есть Кроме Экотехнопарка Есть еще Много Много Адресных Проектов Сегодня Ну ходят Различные Цифры Но больше Десятка Пять И Пять в активной Фазе А более Вести Адресных Проектов На разных Стадиях Их Проработки Подготовки Согласований Выявления Возможных Возможностей Инициатором Этих адресных Проектов Участвовать В компании Которая Управлять Этим адресным Проектом А может быть И не участвовать А согласиться О получении Каких-то Своих Ну бонусов Что ли Или оплат После того Когда проект Будет реализован Да Своих опций Скажем так То есть Различные варианты Прорабатываются И работа как бы идет И вот О таких вещах Мы с вами Будем говорить Потому что это надо знать Лучше это Услышать Чем Потом Где-то ошибиться И Долго А кому-то Может быть До конца жизни Чесать свой затылок И говорить Как же я вот не подумал А как же я это вот не сделал Потому что Этому Скажем прямо Нигде К сожалению не учат Но вот Жизнь учит И можно услышать Будет вот здесь у нас На наших вебинарах Об этом я уже Несколько раз говорил Поэтому мы Еще к этому вернемся Даже если вы не будете участвовать В адресных проектах Связанных с COVID То это все равно По жизни Будет необходимо Поверьте мне Я это уже все В большинстве проходил И поэтому Стараюсь с вами поделиться Итак Настал момент Нашего с вами расставания Большое спасибо вам За ваше участие За ваш вклад В свое как бы развитие В развитие Скайвей Таким образом Я хочу Закончить Словами Которые у нас уже Становятся Как бы Слоганом Очень часто Михаил Криченко Этим пользуется Вот И скажу и я Воспользовавшись Строй Скайвей Спасай планету Спасибо До встречи А так Ага Работа идет Работа идет только И слишком От вас Ответьте на вопрос В чате А Так В России Всюду Проблемы с дорогами И Перевозки Что будет сделано Для нашей страны Вы знаете Все Галина Значит Савенкова Да все что надо Будет сделано Сегодня Один инвестор Задал вопрос Знаете Я где то Прочитал Что Есть Соглашение О Значит Строительстве До Парижа Москва Париж Трассы Где я могу Об этом проекте Прочитать Вы понимаете Это предположение Соглашение Как такового Ну скажем На бумаге По моим данным По крайней мере Я не видел Но есть определенные Намерения Поэтому По России Надо много чего Строить Вы знаете И Мы об этом говорили Пока Пока Идет процесс Ознакомления И После этого После этого Пойдет процесс И поверьте мне Что как только Закончится процесс Или не процесс А более активную фазу Выйдет процесс Сертификации Он уже идет Вот Будет построен Экотехнопарк Сдан в эксплуатацию Вот То сразу же Будет масса Проектов А дальше Будет зависеть от того Насколько Эффективно Будет построена Структура Подготовки И реализации Проектов Это очень тоже важно Это уже Завтрашний Предстоящий Шаг Так В России А какую Выгоду нам Принесет Или принесет Австралия Или проект Скайвей Вы знаете Какую нам выгоду Принесет Давайте подумаем Смотрите Выгодно нам то что В Австралии Начнет Действовать Трасса Которая будет Возить студентов Из университета На кампус Из кампуса в университет Ну как Нам не холодно Не жарко Что там студенты Ездят чуть лучше Чуть комфортнее Да В принципе Экономически Ну естественно Это выгодно Потому что GTI Глобал транспорт Инвестмент Получит заказ Работа Они получат заказ Под то Что Они разработают И разрабатывают Сейчас проект Не GTI А конструкторское бюро Через Посредничество GTI Разрабатывают Проектную Документацию Которая будет Там привязана Это опыт Раз Во-вторых Нам Мы работаем Мы развиваем проект Я говорю мы Конструкторское бюро А нам еще за это платят Кто-то скажет Так а мы же тоже Деньгами там Конечно участвуем Но мы там будем Потом И в других проектах Дорогие друзья Участвуют А так Я сомневаюсь Чтобы нас туда Пригласили бы Большой проект Строительства Вместо Трамвайной Линии Вместо Монорельса Которые там Собирались В Аделаида Там же ведь Как бы сейчас Благодаря этому проекту Очень сильно Еще прямо Не приостановились А в процессе Стали очень сильно Смотреть в сторону Скайвей Как эту Технологию Как эту Систему транспортную Применить Вот именно К строительству Там десятки Километров Нужно построить Для Перемещения Транспортное Перемещение Пассажиропотока Между различными Частями В этом штате И это Есть тут польза Или нету Я думаю что есть А какая польза Будет будущий проект Куда деньги упадут В GTI Они сюда придут Видите Вот в эту компанию придут Не важно какая сумма Но она придет И так Это самое Миллион отсюда 10 миллионов Оттуда Потихонечку Накапливается Доход Накапливается Прибыль От которой 20 процентов Придут Евразия Рейлс Кавейс Системс Холдинг А это значит Эта компания Уже сама Она ничем не занимается Она только Содержит наши акции Это значит Вот на аши акции Которые мы Значит Являемся владельцами Через инвестирование Они наши На них придут Дивиденды Немного Но придут Может быть там Абсолютно Один цент придет Мне на большой пакет Но он придет Уже только От этого прямого проекта Так Дальше Это будет еще одно место Где технологии можно Потрон Правильно Алексей Абсолютно правильно А значит Больше доверия технологий Супер В десятку ответ Я долго отвечал И вы буквально Одной фразой ответили А я тут заумничал Да Абсолютно точно Спасибо Алексей Что там еще у нас было С вопросами Работа идет Работа идет только Не знаю Так Вопросы Спасибо Благодарю Так Думаю Это будет неплохая Демонстрация площадка Да Правильно И вам Так Ну что Я смотрю Больше особых вопросов Нет Мы немножко ответили Так На вопросы Спасибо вам Родион За такой Хороший вопрос Который всколыхнул И хорошие ответы Тут Уже слушатели Пришли Таким образом Как не жалко Но приходится Прощаться Я еще раз Благодарю за внимание Строй скорей Спасай планету Спасибо Спасибо Уже 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 Уже